Программа выходит при поддержке областной клинической больницы. Областная клиническая больница. Ваше здоровье. Наш престиж. Здравствуйте. Огромное спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Как настроение ваше? Настроение волнительное. Дерматология – это очень важная отрасль заболеваний кожных. Безусловно, огромное количество. И сегодня хотелось бы с вами поговорить о наиболее распространенных кожных заболеваниях. Давайте, наверное, начнем с дерматитов. Что это за патологии? Из-за чего они возникают? И чем они отличаются от аллергии? Ну, дерматиты, судя по названию, это воспаление кожных покровов человека. И причин для развития дерматитов может быть очень много. Это могут быть и какие-то контактные дерматиты, это могут и дерматиты аллергического происхождения. Очень много мы работаем с пациентами, у которых атопический дерматит, очень распространенное заболевание. Считается, что каждый четвертый в мире человек страдает от атопического дерматита. И наш регион не исключение. У нас очень много детей с этим диагнозом, очень много взрослых с этим диагнозом, у которых, возможно, атопический дерматит начался в детстве. И потом, в результате вот такого вовлечения в патологический процесс иммунной системы, все это привело к хронизации, и люди болеют в течение, можно сказать, всей своей жизни этим заболеванием. А как проявляется патология? Это какие-то высыпания, зуд, шелушение? Основные симптомы атопического дерматита – это, конечно, сут. Это относится к зудящим дерматозам, есть и такое название. Кроме того, это сухость, вы правильно сказали, шелушение. Вот это основные симптомы атопического дерматита. И считается, что атопический дерматит – это генетически детерминированное заболевание, то есть развивается у людей с наследственной предрасположенностью к аллергии или, как мы говорим, к атопии. Как правило, начинается в раннем детском возрасте. Ну и затем, если вовремя не заняться этой проблемой, то, как я уже сказала, все это может привести к хронизации дерматоза. То есть это все усугубляется, и даже высыпания, наверное, становятся более объемными. Конечно. И локализация высыпания меняется, и характер высыпания меняется. Для каждого периода возрастного имеются свои клинические особенности. То есть если это уже хроническое кожное заболевание, оно не подается правильно лечению, это уже когда ремиссия, потом вроде успокаивается кожа? Вы знаете, любой хронический процесс можно держать под контролем. Для этого есть специальные рекомендации врачей, касающиеся и правильного питания, и исключение воздействия аллергенных факторов, и касающиеся базового ухода за кожей. То есть рекомендаций очень много. Если их пациент выполняет, следует каждым советам докторов, то, как правило, можно вот эти ремиссии сделать очень длительными, и рецидивы редкими. Но для этого, конечно, с детского возраста, конечно, родителям нужно особо следить за питанием детей, следить за тем, чтобы не было, мы так называем, эти патологии очагов хронической инфекции. Тот же элементарный кариес, хронические, там, зелиты. Почему-то наши родители считают, что если ребенку 4-5 лет, то ему совсем не обязательно лечить кариес. Субы сами выпадут, и проблема будет решена. Я всегда пациентам говорю, кариес нужно лечить в любом возрасте. Это очаг хронической инфекции, который влияет на течение любого дерматоза, атопического дерматита, псориаза. Поэтому родители должны очень четко следовать требованиям, рекомендациям, советам, назначениям докторов. Как только родители или взрослый человек заметят у себя или у ребенка какие-то патологические проявления на коже, нужно срочно идти к специалисту, профессионалу, дерматологу. Потому что все равно вы окажетесь у нас на приеме, все равно. Вот поэтому нужно вот этот вот отрезок, который, маршрута, который не дает никакого результата, это я знаю точно, просто ликвидировать. Сразу идти на прием. И в случае, если это дети к педиатру, аллергологу, они все равно отправят к нам. Или сразу к нам приходить. И тогда проблему можно решить это точно. Ну, быстрее уж точно, да? Сэкономите время и даже деньги, потому что уже, наверное, более такое дорогостоящее лечение требуется, когда уже запущенная стадия какого-либо кожного заболевания. И даже не столько дорогостоящее, сколько больше времени нужно на то, чтобы исправить какие-то ошибки, на то, к чему приводит это само лечение. Мы сначала должны это исправить, потом уже объясняем родителям, что каковы цели лечения и каковы методы, при помощи которых мы придем к достижению этих целей. А вот среди Ваших пациентов много таких людей, которые затягивают лечение? Очень много. Очень много. Таких пациентов много. Очень много пациентов с паразитарными заболеваниями. На это тоже нужно обращать внимание, потому что любая клистная инвазия, она отягощает течение любого дерматоза, в том числе и дерматитов, и псориаза. Поэтому это тоже нужно лечить, вовремя за этим следить, вовремя обращаться к специалистам, гельминтологам. Если люди сразу не могут понять, кому идти, мы, конечно, подскажем, научим. То есть если у человека есть паразиты, то кожа уже тоже как-то реагирует? Потому что паразиты, они вызывают дополнительную сенсибилизацию или повышение чувствительности, дополнительную аллергизацию, продукты жизнедеятельности этих паразитов, они являются аллергенами для человеческого организма. Мы еще дополнительную аллергизацию получаем. И поэтому лечение немножко становится более объемным, а течение заболевания, к сожалению, не уделяется. А легко ли сейчас определить именно, какая кожная патология у пациента? То есть какие методы диагностики, соскобы какие-то вы используете? Методов диагностики кожной патологии очень много. Наш областной дерматогенерологический диспансер обладает практически всеми современными, самыми современными технологиями. И у нас в диспансере можно лишить практически любую проблему, связанную с кожными покровами, в том числе и эстетического характера. Достаточно только прийти к нам и все. Здорово, конечно. Кроме того, сейчас зима, да, хотя уже, можно сказать, весна, солнце на улице, но все равно отопительный сезон не закончился. И многие люди жалуются на то, что у них очень сухая кожа. То есть как можно этого избежать? Какие способы профилактики, чтобы не допустить именно такого сильного обезвоживания кожи? Для того, чтобы, так скажем, исключить вот эти отклонения, можно сказать, да, ну, существует, я скажу о дерматологических средствах, существует большое множество специальных увлажняющих средств, которые не только увлажняют, не просто увлажняют, они восстанавливают структуру кожного покрова, способствуют уменьшению, как вот, трансдермальной потери влаги, то есть потери влаги через кожу. Такие средства, это фармацевтические средства, они продаются в аптечной сети, есть специальные магазины у нас в городе, где продаются именно увлажняющие средства фармацевтического производства. То есть это не косметические средства. Косметические средства, да, они могут смягчать, может быть, кожу на какой-то короткий период, а увлажняющие дерматологические средства, кремы различные, они способствуют именно восстановлению структуры кожного покрова и предотвращают усиленную трансдермальную потери влаги. Кроме того, вот даже в период пандемии, да, люди очень часто активно мыли руки, использовали антисептики, тоже многие столкнулись с этой проблемой. То есть если использовать специальные средства увлажняющие, то это можно минимизировать, да, эту проблему. От этой проблемы можно избавиться. Мы сами, вот, я доктор, я в течение дня, наверное, очень много раз мою руки обрабатываю антисептиком, и с этой проблемой тоже сталкиваюсь. И выход я вижу только вот в правильном базовом уходе за кожей. Кроме того, наверное, даже некоторые люди используют жесткое хозяйственное мыло, да, например, которое сушит кожу, или дегтярное мыло. То есть это тоже же можно заменить на более щадящие какие-либо гигиенические средства? Вы знаете, к сожалению, очень многие считают, что хозяйственное мыло – это панацея от многих кожных проблем. А так надо, да, в первую очередь? Обязательно, обязательно. Первое – это надо помыть лицо хозяйственным мылом. Я всегда своим пациентам говорю, хозяйственное мыло нужно для стирки тряпочек, а для лица нужно выбирать самое хорошее, самое дорогое, потому что это лицо. Ну, во-первых, PH хозяйственного мыла не совпадает с PH кожных покров, и поэтому мы делаем только хуже, применяя вот эти вот средства. Еще, знаете, недавно в интернете прочитала, что люди в примерочных, через примерку одежды, могут также заражаться какими-то кожными заболеваниями. Действительно ли это так? То есть через одежду можно чем-то заразиться? К сожалению, да, можно заразиться кожнозаразными заболеваниями, такими как чесотка и грибковые заболеваниями. Если одевать одежду, так называемую обезличенную одежду, после кого-то или чужую одежду, да, можно. То есть как этого избежать? Надевать что-то на свою одежду, так тогда примерять вещи, чтобы минимизировать какие-либо заболевания? Вы знаете, я также в примерочных одеваю и примеряю, если честно, никогда об этом не задумывалась. Теперь задумаетесь, да? Теперь задумаетесь, да. Так, хорошо. Но, наверное, еще следует после покупки вещей их постирать, я не знаю, отпарить как-то, да? Вот если при правильной обработке, то есть все эти микробы, они же погибают? Естественно, желательно после приобретения любой вещи, новой вещи, ее хотя бы постирать. Постирать, а потом отутюжить и таким образом минимизировать какой-то риск. Возражение. Кроме того, еще хотелось бы поговорить о татуировках. Некоторые люди их делают для какой-то красоты, быть в тренде, да, так сказать. Но как они могут навредить коже? Я вообще хотела бы дать совет молодым людям, которые делают татуировки, потому что то, что может быть приемлемо в 19-20 лет, в 30-40 лет может быть уже выглядеть нелепым и уже раздражать. Кроме того, кожа имеет такое свойство с возрастом. Где-то провисать, где-то растягиваться, если человек набирает весь. И татуировка уже будет выглядеть не так красиво, как когда ее нанесли. Ну, это вот так вот, эстетическое, в эстетическом плане, да. Татуировки, ну, при нанесении тату используются краски, содержащие частицы металла. Эти краски, считается, что они даже могут быть идентичны автомобильным краскам. То есть вот это вносится в кожу. Кроме того, люди, у которых есть татуировки, они, допустим, не смогут когда-то пройти, особенно если татуировки занимают такую достаточно значительную часть кожного покрова, допустим, такой метод диагностики, как МРТ. Потому что частицы металла, естественно, будут в этом аппарате притягиваться. И тогда кожа может получить достаточно серьезные повреждения. Поэтому перед тем, как нанести эту уроку, нужно очень серьезно подумать. Что касается псориаза, очень много сейчас детского псориаза. К сожалению, очень много детского псориаза, который встречается даже у новорожденных. Псориаз – это генетическое, да, получается, заболевание? Да, он с генетической предрасположенностью. Его очень много, атопического дерматита очень много. Вы знаете, тенденции к тому, что количество вновь выявленных пациентов будет меньше, пока нет. Наоборот, наоборот, существует тенденция к росту этих заболеваний. Очень много встречаются кожнозаразные заболевания. Это заболевания грибковой этиологии, чесот, к сожалению, до сих пор очень часто встречаются. А вот псориаз, сегодня есть какие-то эффективные методы? Известно, да, что это кожное заболевание неизлечимо. Но как поддерживать более такой эстетичный вид кожи? Псориаз, конечно, наука на месте не стоит. Методов лечения псориаза очень много. Это традиционные методы терапии, включающие наружное лечение и фототерапию, которая дает достаточно хорошие результаты. Есть сейчас так называемая генно-инженерно-биологическая терапия. Сейчас наше государство обеспечивает пациентов с тяжелыми, средне-тяжелыми формами псориаза бесплатными препаратами, называемыми генно-инженерно-биологическими препаратами, которые позволяют, в общем-то, избавить пациента от псориаза навсегда. Но это, повторюсь, это, опять-таки, для средне-тяжелых и тяжелых форм псориаза. Что касается, как снизить рецидивы, опять-таки, рецепт очень простой. Следовать рекомендациям докторов, и тогда все будет нормально. Все то же самое, начиная от питания, базового ухода за кожей, спокойствия, общего оздоровления организма. Общего оздоровления. То есть, вот о чем я говорила выше, что нужно ликвидировать очаги хронической инфекции. Псориаз сейчас, это так же, как и атопический дерматит, предмет ниждисциплинарного подхода. То есть, здесь не только дерматологи должны работать. То есть, здесь и первичная медико-санитарная помощь, это врачи общей практики, терапевты должны, мы должны работать сообща, чтобы облегчить жизнь наших пациентов, чтобы сделать их жизнь более качественной и контролировать их здоровье. Ну, то есть, уже принять, да, свой диагноз и спокойно жить. То есть, без психологов даже здесь, наверное, не обойтись. Ну, в тяжелых случаях, конечно, особенно, когда это заболевание встречается у подростков, у молодых людей, да, активного такого возраста. Иногда приходится прибегать к помощи психологам. Но пациенты должны понимать, что псориаз – это не приговор. С псориазом можно жить, можно жить качественно. Главное – держать его под контролем, быть в сотрудничестве с докторами, и тогда все будет хорошо. То есть, псориаз, он поражает все, да, участки кожи? Даже есть псориаз ногтей, да, насколько я знаю? К сожалению, псориаз – это системное заболевание, которое поражает не только кожу, но и костно-суставную систему, и ногти. И приводит к развитию таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия с последующими осложнениями. И, к сожалению, псориаз очень часто приводит к инвалидизации пациентов. То есть, это уже в запущенной стадии, если его не лечить или как? Ну, у каждого индивидуально. Даже если лечить. Иногда, видите, человеческий организм, он настолько индивидуален, что у одного пациента псориаз может давать обострение один раз в год, а кто-то каждые два месяца ложится. То есть, и подход здесь должен быть индивидуальным. Каждый случай псориаза – это новая задача для дерматолога, новые цели для дерматолога, которые он выстраивает. И для решения этих проблем он выстраивает план лечения, схемы лечения. Для каждого пациента индивидуально. А если у человека диагностировали псориазом, он на протяжении всей жизни нужна какая-то поддерживающая терапия, какие-то, может быть, мази даже? Как правило, да. Как правило, да. В течение всей жизни пациенты с псориазом должны следить за состоянием своей кожи, применять специальные средства, правильно питаться, периодически получать лечение, наверное, в стационаре, если есть необходимость. То есть, с псориазом можно жить и можно жить качественно. Что касается солнцезащитного крема, многие думают, что его нужно использовать только в разгар лета, когда на улице жара. Что вы скажете по этому поводу? Солнцезащитный крем можно применять уже вот с, так скажем, в начале активного воздействия солнечного излучения. Вот впереди весна, и солнцезащитный крема нужно применять обязательно, потому что солнечное излучение тоже может стать причиной очень многих кожных заболеваний. Поэтому к этому вопросу тоже нужно подходить ответственно и серьезно. То есть, солнце может даже повлиять на возникновение рака кожи? Да. Поэтому солнцезащитный крем – это необходимая вещь в доме каждого человека. Неважно, это ребенок или взрослый, или пожилой человек. Да. А как правильно выбрать? Какой СПФ-фактор, какую защиту? Вот для нашего города, как вы считаете? Для нашего региона можно выбирать крема с максимальной СПФ-защитой. Это СПФ-50, СПФ-30. Они продаются также в аптечной сети. Можно приобретать проверенные средства. Можно проконсультироваться с косметологом, с термотологом, которые всегда подскажут, что лучше выбрать. Кроме того, да, впереди весна, тоже начинается активное солнце. А какие в этот период обостряются кожные заболевания? Ну, с началом весны обостряются практически очень много кожных заболеваний, в том числе и псориазы, и атопический дерматит. И это связано с тем, что в зимний период и характер питания у людей становится другой. Мы употребляем не всегда в достаточном количестве витамины. Характер пищи у нас становится более тяжелый. И с приходом весны организм на все это реагирует. Дефицитом витаминов. Естественно, и кожные проблемы обостряются наши. А потом именно в этот период учащаются какие-то респираторные, простудные заболевания. Люди, естественно, применяют больше медикаментов в этот период. Все это влияет на обострение кожных заболеваний. А как-то можно подготовиться к этому периоду? Подготовиться, ну, я считаю, что нужно витаминизировать, наверное, организм. И через изменение рациона питания, и через применение специальных препаратов, витаминов. Ну, и такой прям особой подготовки для кожи, чтобы применять углажняющие средства, использовать солнцезащитные крема. И этого, я думаю, будет достаточно. Уважаемые телезрители, ухаживайте за своей кожей и будьте здоровы. На этом у нас все. До новых встреч. Областная клиническая больница Туркестанской области является ведущим медицинским центром региона, оказывающим высокоспециализированную помощь населению области. В отделении нейрохирургии оказывается весь спектр высокоспециализированных операций при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, дегенеративных заболеваниях и последствиях травм позвоночника. В ортопедическом отделении проводится оперативное лечение наиболее тяжелых заболеваний костей и суставов современными технологиями, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Нашими ценностями являются служение пациенту, приверженность к качеству, командная работа и социальная ответственность.